свекла один из самых доступных овощей на прилавках она круглый год стоит недорого проста в приготовлении и очень вкусная богата микроэлементами магнием кальцием йодом железом а вот витаминов в ней немного кроме фолиевой кислоты по содержанию витамина в 9 необходимого для нормального развития ребенка во время беременности здоровой работы кровеносной и иммунной систем корнеплод опережает другие натуральные продукты если употреблять свеклу в пищу ежедневно вы заметите несколько позитивных изменений в организме свекла является вторым по популярности овощем после картофеля ее предпочитают выращивать в садах огородах растение культивируется в течение 4000 лет на протяжении долгого времени использовались только дикие сорта в пищу было принято употреблять листья корнеплоды применялись в лечебных целях оккультуривание овощей приходится на начало новой эры в этот период появилось разделение на кормовые столовые виды в отдельную категорию была выделена сахарная свекла сырая или вареная большинство прошедших тепловую обработку продуктов утрачивают свои полезные свойства в случае со свеклой ситуация несколько отличается в вареном виде сохраняется клетчатка большинство полезных веществ более того происходит разрушение фруктовых кислот оказывающих раздражающее воздействие на жкт в период выращивания в овощи скапливаются нитраты которые переходят в воду в процессе варки большое количество полезных веществ сохраняется только при условии варки в шкурке овощ не следует переварить это может привести к переходу полезных веществ в отвар не прошедший термическую обработку овощ может оказывать раздражающее воздействие на стенки желудка поэтому в вареном виде она намного полезнее энергетическая ценность вареной свеклы составляет все 45 килокалорий продукт рекомендуется включать в рацион пациентам с избыточным весом сырая свекла целительные качества корнеплод настоящая кладезь полезных витаминов и минералов наибольшее их количество содержится в сырой свекле ежедневное употребление укрепляет иммунитет повышает сопротивляемость организма болезнетворным бактериям улучшает самочувствие полезные свойства свекольный сок помогает формировать мышечную массу незаменимая пищевая добавка для спортсменов корнеплод практически не содержит калорий он богат полезными пищевыми волокнами и клетчаткой стимулирует работу кишечного тракта и помогает избавиться от запоров нормализует давление и расширяет сосуды головного мозга борется с дисбактериозом кишечника и насыщает микрофлору полезными веществами снижает аппетит дает ощущение сытости помогает бороться с лишним весом улучшает работу печени регулирует жировой обмен веществ борется со злокачественными новообразованиями в организме бетаин содержащийся в свекле разрушает клетки рака восполняет недостаток железа и магния в организме улучшает работу нервной системы помогает бороться с гипертонией содержит большое количество фолиевой кислоты нормализует работу кровеносной системы сырую свеклу употребляют в виде сока салатов заправки для основных блюд польза отварной свеклы термически обработанный корнеплод обладает приятным вкусом но содержит меньшее количество полезных веществ наименее полезно отварная свекла в ней практически нет ценных микроэлементов для сохранения целительных свойств рекомендуется готовить корнеплод на пару тушить или запекать из термически обработанные свеклы выжимают сок при приготовлении можно добавлять сок моркови тыквы и яблоко так напиток станет более полезным и приобретет приятный вкус не стоит употреблять свеклу на голодный желудок корнеплод раздражает слизистую и может спровоцировать развитие гастрита свекольный отвар борется с заболеваниями печени помогает растворять камни в желчном пузыре и расщеплять белки употребление салата из тушеной свеклы и редиса облегчает состояние при желче каменной болезни квашеная и маринованная свекла улучшает аппетит повышает иммунитет ежедневный прием свекольного кваса помогает избавиться от лишнего веса блюда из тушеной свеклы снижают содержание холестерина в крови корнеплод помогает сохранить свежий и здоровый вид кожи лица свекольный суп незаменим для поднятия иммунитета регулярное употребление блюда помогает избежать авитаминоза сок из свеклы редьки и имбири борется с малокровием улучшает состав крови насыщает организм железом разбавленный водой свекольный сок хорошее средство от насморка корнеплод содержит значительное количество щавелевой кислоты ежедневная норма употребления не должна превышать 500 граммов полезные свойства полезные лечебные свойства продукты известны с древних времен упоминания о них встречаются в трактатах авиценны с тех пор корнеплод активно используется в питании лечебных целях избавление от запоров овощ считается одним из самых эффективных слабительных продукт действует мягко но эффективно такие свойства достигаются за счет наличия в составе корнеплода клетчатка вещество активизирует функционирование кишечника способствует выведению токсинов предотвращение образования опухолей отличные полезные свойства свеклы доказаны в ходе медицинских исследований были установлены выраженные противоопухолевые свойства высокую эффективность показывают входящие в состав корнеплода антауианы бетаин молочная аскорбиновые кислоты а также витамины группы в в рамках проведенного исследования было установлено положительное влияние на состояние здоровья онкобольных положительное воздействие прекращается сразу после остановки употребления свеклы излечение от анемии железодефицитная анемия считается одним из самых распространенных заболеваний болезнь возникает на фоне внутренних кровотечений при травмированиях сильных кровопотерях данное лечебное свойство пока не нашло подтверждение в официальной медицине снижение артериального давления поклонники нетрадиционной медицины считают что свекла помогает при сниженном давлении существует большое количество разных рецептов снижение веса свекла пользуется спросом у женщин по причине активизации похудения продукт обладает отличными диетическими свойствами входящая в состав овощи клетчатка способствует очищению организма избавиться от лишнего веса поможет включение в рацион блюд из свеклы достигнуть максимального эффекта поможет поддержание семидневной диеты лечение насморка свекла помогает быстро избавиться от заложенности выделение износа при этом отсутствует эффект привыкания побочные явления корнеплод может также применяться при лечении детей закапывание сока способствует укреплению сосудов обеспечивает избавление от инфекций в носоглотке вред свеклы для установления вредных свойств свеклы следует ознакомиться с происходящими в организме химическими процессами вредные свойства свеклы запуск кислотной реакции в желудке что может привести к обострению гастритов других патологий жкт снижение усвоения кальция повышается риск развития остеопороза переломов разрушения эмали слабительный эффект от овощи следует отказаться при расстройствах функционирования желудка перечисленные свойства относятся к сырой и вареной свекли она оказывает на организм положительное воздействие при соблюдении нормы опасаться вредного воздействия овощи не следует самый большой вред для организма связан со свойствами свеклы впитывать вредные вещества по этой причине предпочтения следует отдавать овощам со своего сада при отсутствии такой возможности употреблять корнеплод следует только в отварном виде большая часть вредных веществ впитывается в воду противопоказания при наличии некоторых заболеваний от употребления свеклы должно быть строго ограничено противопоказания аллергические реакции остеопороз переломы заболевания костей и суставов сахарный диабет диарея при хронических расстройствах стула рекомендован строгий отказ гипотония употребление свеклы сопровождается еще большим снижением давления что приводит к слабости обмороком высокая кислотность желудка овощ провоцирует обострение заболевания мочекаменная болезнь свекла не рекомендована к употреблению при камнях в почках мочевом пузыре можно ли есть свеклу каждый день какая дневная норма однозначный ответ на вопрос о возможности ежедневного употребления корнеплода отсутствует нормой для взрослого человека считается 250 граммов норма для сырой свеклы составляет 200 граммов сырой корнеплод оказывает большую нагрузку на органы жкт в результате продукт хуже усваивается норма потребление свеклы для детей снижена по той же причине дневной нормой считается 100 граммов корнеплод следует вводить в детский рацион в возрасте 6 8 месяцев его следует есть в вареном виде последствия потребления свеклы в ежедневном режиме корнеплод содержит большое количество полезных веществ последствия ежедневного употребления корнеплода активизация функционирования кишечника снижение артериального давления снижение концентрации холестерина выведение тяжелых металлов из организма важно также учитывать что постоянное употребление свеклы в любом виде способствует снижению концентрации сахара в крови что представляет опасность при сахарном диабете сырой корнеплод оказывает также негативное влияние на функционирование почек на фоне активизации воспалительных процессов развиваются гастриты язвы чем грозит превышение нормы наибольшую опасность для функционирования организма представляет резкое снижение артериального давления ситуация сильно усугубляется во время беременности так как повышается риск потери плода другие неприятные последствия нарушение функционирования опорно-двигательного аппарата остеопороз развивается на фоне вымывания кальция из организма спазм сосудов риск развития повышается при употреблении свежевыжатого сока заключение свекла считается полезным для здоровья корнеплодом который можно употреблять в сыром и вареном виде корнеплод обладает большим количеством полезных свойств оказывает благоприятное воздействие на многие системы и органы ежедневное потребление свеклы возможно при этом важно соблюдать норму ее превышение грозит развитием серьезных заболеваний ухудшением функционирования многих систем и органов будьте здоровы